Так, ну что ж, у нас, собственно говоря, ночь, люди отдыхают, какой-то досуг проводят, потому что скоро нас ждет судный день, четвертый день, температура снизится еще ниже, хотя уже и так минус 20, и это ужасно, но мы должны быть готовы, мы, в принципе, и так готовы, поэтому здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала, меня зовут Нейтгвард, Ну что ж, ребята, продолжаем выживать в постапокалипсисе игрушки Фрост Панк, и у нас пока что, в принципе, все более-менее хорошо, есть только некоторые проблемы, у нас есть до сих пор бездомные люди, а это нагнетает недовольство, и у нас появились, ребята, голодные люди, потому что они не ели уже трое суток, я забыл, так сказать, один нюанс, что люди не могут питаться просто пищей, ну, думаю, как бы еда есть, но сырой едой людям, как говорится, не косвенно, то есть не питаться, они, ребята, готовы пищу. Я забыл ее приготовить, потому что у нас не было кухни, но она появилась, теперь, надеюсь, утреца мы эту проблему решим, и вот это вот недовольство, которое возросло здесь, оно как-то порешается, потому что у нас голодны абсолютно все, наверное, ну, крайне может быть, какого-то количества детей, которые, скорее всего, как-то питались в пределах приюта. Так, у нас здесь люди работают, обычные рабочие, а еда будет произведить у нас, собственно говоря, 4 пищевых пайка из 2 еды. Блин, это маловато на самом-то деле, то есть я это запустил, я уже чувствую, что я это запустил, потому что вот как-то об этом не подумал. Так, ладно, давайте поехали до утра, потому что очень-очень интересно у нас не происходит, люди просто спят на улице, да, некоторых это просто бесит. Вот, точно, сейчас вспомнил, я же пообещал некоторым людям, что я сделаю для них жилище, так сказать, да, потому что, ну, потому что нужно бы сделать им жилище. Проблема только в том, что абсолютно, так сказать, весь первый круг уже занят, и строится вокруг второго круга, да, то есть вот такая вот вещь неприятная. Ну, а что поделать на самом-то деле, ну, второй круг и второй круг, да, будет холодновато, но в любом случае, да, то есть если так посмотреть, жить даже во втором круге тепла, то есть когда там уже нет тепла в принципе, но какие-то пары, как-то земля немножечко прогрета, это все равно лучше, чем на открытом холоде, поэтому сейчас застраиваем три палатки и еще себе, да, и все будет хорошо. Мы хотя бы живы, не всем так повезло. За работу, с блядой темп теперь нельзя. Да, ребята, надо работать, потому что вот сейчас будет, я на самом деле не знаю сейчас, что у нас начнется, потому что мы не готовы, мне кажется, слова совсем никак. Так, хотя по углю все более-менее хорошо, да, то есть посмотрим сейчас. Мне интересно, это как-то скажется на работе в принципе, понижение температуры, то есть вдруг люди будут замерзать, не доходя до рабочих мест, потому что я еще не поставил обогреватели на рабочих местах, да, вдруг как-то это скажется в принципе на проходимости до рабочего места, потому что видите, как бы недовольство растет. Ой-ой-ой, ни хрена себе, я думал температура там будет минус 25, что за жесть, минус 40, вот это реально проблема. Так холодно, лучше не уходить наружу без веской причины. Блин, ребята, ребята, слышите, на работу нужно вот обещание построить бережью, полно, ребят, как бы я обещал, я сделал. Все, сейчас у всех должен быть дом, сейчас достраивается последняя палатка и у всех должно быть по хате. Почему здесь человек без дома, я не понимаю. Должно быть в принципе на всех уже, я вроде рассчитывал на всех. А, вот тут еще не заняли у нас, так сказать, это место жители, но должны занять по идее, и у нас проблема должна решиться в принципе с жильем. Капец полно, минус 40, воу. Я просто на многое рассчитывал, на такие жуткие, так сказать, температурные изменения. Так, еда, ресурс, технологии, мастерская, у нас есть, кстати, игра. Стоп, а где вот эта вот обогревалка на рабочем месте, она как-то, она как-то должна строиться или нет, подождите. Так, изучили маяк, наконец-таки, это хорошо. Это, это хорошо, не работает у нас, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, не работает место добычи у нас. Отправить сюда людей, всех, кого можем, ресурсы добываем, да, из близких территорий. И, а-а-а, вот оно как, и вот внутри отдельных зданий мы включаем обогреватели. Топите, родные, топите, топите, что есть сил, чтобы на работе не замерзали. Я, я правитель от народа, да, так сказать, я за людей. Дорогие технологии, обогреватель у нас открыт, ребята, это хорошо. Маяки появились, сейчас будем разбираться с маячком по поводу других территорий, потому что надо находить еще людей, надо еще искать. Вот, так, вот тут у нас что, охотничье снаряжение, быстрее, так сказать, будем добывать еду, вот, тоже, черт его знает. Быстрый сбор, а-а-а, какая-то информация есть у нас по быстрому сбору? Технологии сбора и хорошие инструменты позволяют добывать ресурсы из куч угля, ящиков, древесины, других составов металлогонок. Слушайте, а вот это хорошая тема, позволяет быстрее добывать вообще все, и уголистали древесину из вот этих вот кучек именно, то есть не работая на лесопилке или на заводе, а именно из куч. У нас вокруг нашего города еще очень много этих куч, и я думаю, что нужно это открыть, делиться. Но нужно для этого 10 древесин, я так понимаю, для открытия, да. Ну, сейчас, дерево рано или поздно у нас прибудет, уголь прибывает, люди пришли. А, это мои рабочие, что ли? Подождите, это кто такие? Они протаптывают новую дорожку, стоп-стоп-стоп! А кто это прибыл-то, подождите? У нас новые люди появились? Да ладно. Что-то странное творится в наших лесах. Так, да, начать. Начать, быстрый сбор нам нужен. Еда потихонечку уменьшается, это хорошо. То есть кухня работает, все классно, да, то есть ребята делают. Ребята делают, ребята молодцы, вот там все прекрасно. Что у нас по законам? Скоро будет доступен новый закон, тоже будем смотреть по ситуации. Больные прут, хотя у нас вроде бы и дети уже работают там. И давайте увеличим, что ли, персонал наш медицинский. То есть, может быть, не хватает сейчас мощей, да. Возможно, такая проблема имеется. Кстати, что у нас по нашему потрясающему генератору? До сих пор нельзя никак его усилять, это плохо, да. Что у нас по температурной графике? Блин, жуть какая-то, жуть просто. Видите, в приюте работает свой обогреватель. То есть там все хорошо, более-менее. В мастерской все приемлемо. А вот палатки это, ну, как бы прохладно, да. Жить можно, но сами понимаете, палатка. Что такое палатка? Слушайте, я могу врубить вообще в каждом доме вот этот обогреватель? Или нет? Выключил. Включить. На улице минус 40. Врубить обогреватель. Вообще, везде, где можно, врубайте. У нас пока есть уголь. Это не страшно. Врубить обогреватель просто... Вот в палатках нельзя. В палатках нельзя. А в таких местах, везде, где есть, включайте, конечно. Я... Я что, деспот какой-то? Ай. Недовольство выросло, потому что не увидел вопрос от населения. Так сказать, нам кричали, что правитель, у нас жопа какая-то творится. Правитель был занят тем, что врубал обогреватели. Ну, так получилось, ребята. Так, по поводу маяков, кстати говоря, построите маяк. Он именно строится, да? Как отдельная технология. Да. 20 древесины, 35 стали. М-м-м, да. Жуть, конечно, полнейшая. Это же где столько брать-то? Это у нас сталь, это у нас дерево. Ребята, все, кто есть на дерево, давайте. У нас просто угля по-самой не хочу. А дерево такая штука. Да и сталь у нас 55, тоже не придерешься. Может быть, даже сейчас инженера сюда подзадействовать-то, слушайте. Инженеры, ребят, давайте. Я понимаю, что вы мозги все дела, но надо пойти помочь. Минус 40, и это будет длиться еще целые сутки. Даже чуть больше. Только на шестой день у нас температура повысится. У нас появились три тяжело больных. М-м-м, это, конечно... Слушайте, а как же так-то? Как же так-то? Я не понимаю, почему этому человеку негде... В смысле негде. Настолько много больных, что негде лечиться. Там уже обогреватель работает. Тоже вроде бы все сделает. Странно все это. Но я думаю, строить пока что вторую поликлинику нет смысла. Честно говоря, потому что даже первая особа нам толку-то не дала. Так, что у нас вечер? Да, у нас 6 часов вечера уже. Блин. Очень плохо. Очень плохо. Я не знаю. Сейчас, может быть, и законность для тебя о сверху вечной работе. Я не понимаю просто. Вот этого 10-часового рабочего места не хватает. Так, изученная технология, быстрый сбор. Отлично. То есть, по идее, на следующий день у нас все должно встать на круги своя. Мы должны все быстренько добыть и все будет просто потрясающе. Ну и я в это верю. Потому что если нет, нас рано или поздно этот гребаный мир просто сожрет. И это будет печально. Так, охотники. Все обучены. Давайте посмотрим. Древо технологий, доступные улучшения, паровые центры. Это я уже разобрался, что да, есть улучшения внутри зданий. Это я уже понял. Так, детский труд. Работа в некоторых зданиях, например, в санитарном пункте или мастерской, связана с умственной деятельностью. Поэтому здесь могут трудиться только инженеры и рабочие. Так, заняты строгими физическим трудом. Детский труд нельзя использовать поначалу. Чтобы видеть распределение рабочей силы, нажмите на значок в нижнем правом углу. Так, значок в нижнем правом углу. Распределение рабочей силы. Я так понимаю. Или это что такое у нас? Ага, дети играют, 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 отдыхают. Понятно. То есть теперь, в принципе, можно смотреть, что у нас по ситуации, кто-то как работает. Я понял. Опа! А кто это были, я просто понять не могу. Охотничья хижина. Одинок в этом мире. Джасмин Мэнсон. Хера себе девушка-охотник. Идет на охоту. Да ладно, ребят, вы чего? В смысле, охотничья угодья работают 24 часа в сутки, что ли? А-а-а! Они работают наоборот ночью с 6 вечера до 6 утра. Да, добывая мясо. То есть, когда все хищники, собачки спят, волки там спят, они по-тихому их убивают. Все, понял. Так, вопрос какой-то есть у наших людей. Лечение тяжело больных. Вот это, конечно, я не знаю. Но тут, судя по лицу, уже булячка какая-то просто страшнейшая. Один из наших тяжело заболел. Если вы подпишите закон о радикальном лечении, тяжело больных будет лечить на санитарных пунктах. Но пациенты могут на все же статься калеками. Как вариант, можно принять закон о поддержании жизни, чтобы сохранять у больных жизнь, пока мы не построим лазарет. Так, ну давайте посмотрим. Вот эти законы, это реально сложная вещь. Так, чтобы вылечить тяжело больных, мы опробуем все от инквизивной хирургии, инвазивной хирургии до ампутации. Ага, типа, человек может быть какое-нибудь там, знаете ли, какое-нибудь заражение на руке или на ноге. И просто отрезаем, как говорится, и человек как бы жив, но он же ведь инвалид. Чтобы вылечить тяжело больных, мы опробуем все. Понятно. Тяжело больные люди будут получать уход в санитарных пунктах. Немного увеличится надежда. Минус 30 тяжело больных людей в санитарных пунктах подвергнутся ампутации. Недовольство немного усилится. Да, это страшная тема, на самом деле. Так, мы не можем вылечить тяжело больных, но мы хотя бы можем сохранить им жизнь. Мы не будем рисковать опасными ампутациями в рамках радикального лечения. Это типа более гуманный вид, то есть будем тряпочкой увлажнять их лобик, пока они сами, так сказать, не вылечатся, либо не умрут. Мда... Так, в тяжело больных будут поддерживать жизнь, но не лечить. В санаторных пунктах немного увеличится надежда. Недовольство немного усилится. Тяжело больные не получат лечение, останутся обузы для других. Нет. Они будут занимать койки, точно нет. Знаете, даже, ну, вот так без обид, безногому, бывшему там инженеру, можно найти место на работе. Можно. А тетике, которая вот занимает койку и гниет, и ее просто вот так вот по лобику хлопают и целуют в щечки, типа, все будет хорошо, тетя Зинь, ты выживешь. Это нехорошо. У нас, у нас не совсем гуманный мир. У нас пост-лапокалипсис. Все погибает. Радикальное лечение. Недовольство слегка выросло, но и надежда тоже выросла. Так. Да, хотя бы спасем жизни. Вот видите, нас поддерживают работники нашего медперсонала. Надеюсь, не я отрежу ногу, если я заболею. Зато будет тебе мотивация не болеть, дружище, понимаешь? И сразу все один больной. М? Как все решилось-то сразу. Хорошо. Так. Осталось построить маяк сейчас. И, кстати, а где этот санитарный пункт? Вот он появился. Санитарный пункт. 25 древесины. Блин, вот опять древесина. Древесина, древесина, древесина. Кругом древесина. Вот он труд, я так понимаю. Пять инженеров, пять инженеров там. Пять работников. Пятнадцать здесь. Понятно. Ну, давайте тогда до утра поехали. Слушайте, ну мы, в принципе, неплохо пережили этот день. У нас не такое сильное недовольство было. Он там, видите, плюс-минус прыгает, падает, прыгает, падает. Ну, тяжелые дни были. У нас было два дня, минус сорок. Это серьезно. Тут я ничего сказать не могу. По поводу древа. Да. Вот тут надо смотреть сейчас. По еде. Блин, там дальше такие интересные вещи открываются, как теплица и так далее. Хоть и снаряжение. Улучшенный снегоступ и хороший камуфляж помогают людям на охоте подавать больше еды. Понятно, да? То есть, хорошая вещь. Угледобытчик. Закачивая воду под давлением в подземные месторождения угля, угледобытчика вымывает ценные ресурсы на поверхность. В результате образуется куча объемом до 560 единиц угля за обычный рабочий день. Ну, это пока что мне не нужно от слова совсем. Угля вокруг просто куча. Позвольте заставлять полезный материал. Ну, вроде бы, сейчас посмотрим, что у нас с деревом будет. Так, железная руда. Слушайте, это такие, знаете ли, это вот адаптация, улучшение того, что и так есть. Я не вижу в этом никакого смысла, потому что у нас и так есть сталь, дерево, все это и так есть. Я не вижу в этом смысла просто никакого. Паровые центры. Вот эта вот штука очень важная. Получая энергию генератора, паровой центр вот ставить в отдельных точках полностью покрывающий паровой центр. Открыть. Потому что обыреватель в отдельных местах это хорошо, но вот у меня будет второй круг идти, предположим, поселение. Да, и до сих пор генератор еще не может работать в таких мощах, чтобы растопить снег вот в большом радиусе. Так я поставлю какой-нибудь генератор здесь, и все будет хорошо. Понимаете, как бы, я считаю, что я прав в данном случае. Так. Наши дела не так плохие. У нас на самом деле люди очень даже, так сказать, верованы в себя, потому что еда есть. Вся еда была переработана в пищевые пайки. Все хорошо. Единственный косяк, у нас сейчас есть вот древесина. Вот древесина нас прям ломает. Так, уголь. Ну, уголь у нас там потихонечку добывается. Людям тепло, все хорошо. Если что, я просто вспомню, как уголь добывался, он добывался очень хорошо. Так, что у нас здесь? Ага, какие-то есть улучшения, я так понимаю. На кухне готовят пищу из одной единицы сырой еды. Можно получить две пищевых пайка. Еду приносят охотники и выращивают в теплицах. А еще иногда могут находить разведчики во время экспедиции. Когда у них остается пищевых пайков, люди начинают потреблять сам ресурс, сырую еду. Вот странно, что они до этого не ели. Слушайте, у нас было 100 единиц сырой еды, но почему-то люди не ели. Я не знаю почему. Охотники работают ночью. Улицы, кстати. Кстати, вот да. Все постройки города можно включить генератор с помощью улицы, иначе они не заработают. Чтобы построить улицу, откройте... А-а-а-а-а! Ах ты ж, е-мое! Не работает, нет улицы! Правитель-то у нас немножечко глюпый. Совсем капельку. Так, не граничит с улицей. А где построить саму улицу-то? Построить улицу. Да-да-да! Можно это сейчас вот как-то вот так вот оформить, да? Спасибо, спасибо, что Напомнили мне Вот как-то, я не могу довезти Почему не могу завезти сюда, странно Ну, хотя бы так доведу Да, то есть, в принципе, 8 древесины Я-то думаю Ох Знаете, надо еще разбираться Все-таки надо разбираться в некоторых нюансах Не идет сюда тепло, как бы сюда люди не ходят Сюда мощей не идет и Жесть, закончился ресурс древесина Есть его косяк, но у нас сейчас рабочий не попрет И все будет хорошо Смена дня и ночи, но это Само собой, это так всем ясно День и ночь Блин, бедный наш генератор просто Сколько там угля сжигается Какая-то адская паровая машина Да-да-да, гля Прям трубы прокладывают, слушайте Так я понимаю, а, им же надо присоединиться к общему каналу Вот сюда, я так понимаю, или нет Слушай, сейчас посмотрим Заработает это дело или нет, потому что мне кажется, что нет Да-да-да Температура, видите, есть, минус 2 Да, термоизоляция здания Плюс 1 Обогреватель плюс 1 Там обогреватель вовсю пашет И он не спасает, потому что адски холодно Так, что у нас там пошло-то, слушайте По дереву вроде бы неплохо Так, тут у нас ребята возвращаются с охоты Просто работают Я не знаю кто Не покладая рук Если-то работа у них очень холодная На минус 2, на плюс 2 И того в нулину ребята уходят И почему-то в хижине нету Собственно, этой Генератора, обогревателя Это очень печально и плохо Так, 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 улица Что случилось? Не работает Вот я так и думал, что Не совсем это то Так, 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 так А почему же, почему же Как же тебя соединить-то с общей улицей-то Родная Как же тебя Вот же, блин Вот как же это сделать-то, слушайте Почему не могу соединить к общей улице Я просто понять не могу От слова совсем Опа Все Все Пошло общее кольцо Сейчас соединим Почему-то раньше этого не было, слушайте Ну вот люди додумались Все, работает Наконец-таки Сейчас наша Ох, понеслась Ну, просто все Понеслась, ребята Наша ресурсная база превратилась Сейчас, сейчас будет просто все Значит все потепление будет И вообще будет все просто максимально красиво Так До сих пор есть бездомные Люди Я такие вещи не забываю Да Сейчас оформим, так сказать, вам хатку Прям вот здесь Посреди новой улицы Вы будете первыми ее жителями Надо сейчас решить проблему именно с бездомными Потому что Это появление больных Оно за счет того, что Ну люди Минус Минус, сука, сорок Человек спит на улице На какой-то черной угольной пыли Я понимаю, что генератор Там, он, испарение Все дела Но минус сорок Это же Так, у нас там, кстати, кончились Кончились ящики Ого-го Вот так-так Кончились ящики А дерево-то нам нужно сейчас Так, посмотрите лицепилку А-а-а С обычных обломков деревьев не получится добывать Все-таки лицепилка штука важная Да, оказалось Ну у нас вроде бы еще вот тут есть дерево У нас есть люди сейчас свободные Да, ребят Надо проложить путь Нужно дерево Здесь сейчас уменьшим количество людей Почему спросите вы? Потому что они добывают металл У меня металла и так уже 70 штук Нужно сейчас увеличить мощь деревянная Так сказать Металла кругом прям очень много Это что за ресурс? Это у нас уголь здесь А дерево-то, кстати говоря, не так-то и много было Я так понимаю Вот еще одна кучка У нас две кучки осталось Деревянных И все Дальше нужны будут лесопилки Вот лесоповал у нас много вокруг Так Изучили мы паровой центр И вот просто сразу Теперь я вижу сразу Так сказать, следующую проблему Нужна лесопилка просто Ну это вот Сразу Без раздумий Просто инженеры Работайте, ребята Новый закон Новый закон надо смотреть Так Радикальные всякие вещи А-а-а Что у нас здесь? Двойные пайки для больных Новая возможность Можно выдавать больным Международных учреждений Так, двойные пайки Чтобы ускорить их выздоровление Это хорошо После введения этого закона Следующих законов Так, это хорошо Нам нужно использовать площадки Ямемового учреждений По максимуму Даже спрется класть больных на пол Нет, 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 нет Двойные пайки Двойные пайки Сразу без раздумий Больному человеку нужны новые силы Проблемы с едой Как-нибудь решим А может, и мне тоже еды Я ведь до кожи до кости Что угодно Лишь бы быстрее поправились Они нам нужны Блин, такие лица Прям у людей Кудощавые Вот, знаете, вот Прям вот Но вроде бы Недовольство особо не выросло Люди проигнорированные Бери на модификатор У нас один раз Я упустил Какой-то вот позыв Маяк Я про тебя и забыл, родной Паровой центр За 20 стали строится И вот, наконец-таки Маяк, ребята Наконец-таки Так Прямо здесь Давай Маячок Нам нужны новые территории Нужно осматриваться Потому что Ну, логично, что Рано или поздно Даже это закончится Да, даже если мы там Гору вот эту раздубим У нас тут есть одно место Интересное Вот оно вот Есть Под угольную шахту Я так понимаю Залежи железной руды Да, но даже это Когда-нибудь кончится А это неприятно Спасти выживших Членов пропадших Спицы 20 человек 20 человек пропало А я тут яйца мну Господи Все-таки Не совсем Я знаете ли Хорош правитель Кстати Потихонечку У нас уголечек-то Подпадает Вот тоже Видите Есть нюансики Небольшие Интересно Я могу потом Этот пост Добычи Как-то Ага Могу демонтировать Мне это вернется В плане древесины И стали Чтобы потом поставить В другом месте Потому что Сталь мы добываем Осталось 36 штук Стали реально много Но я поставил В другом месте его Вот где-нибудь здесь Здесь у нас Две кучи дерева Которые я хотел бы обработать Честно говоря 10 больных Так У нас ночь Люди возвращаются Сейчас Охотники наоборот Выйдут на работу Честно говоря Вот сейчас Вот так вот Очень даже Скажем так Смотрится уютно Наше место Посмотрите Изо всех домов Идет огонь Пар Капельки Вот О теперь Люди возвращаются Так сказать Уже В свои жилые места Нету бездомных Остала совсем Все хорошо Так Маяк Не работает Чтобы вызывать Разведчика Нужно Десять древесины И Пять рабочих Сделаем С утра Почему нет Можно пока ускориться Люди там Видите Собираются Что-то рассказывают Ну это хорошо Вот Сейчас Кстати говоря Я уже забыл про этот закон Вот надо сейчас Следующим законом Выпустить Боясовский клуб То есть Потому что Людям нечего делать Ну Женщины могут Посплетничать Да Могут с детьми Посидеть Как бы Они могут Что-то найти Тут Для мужиков Ни спорта Ничего Ни рыбалки Ни охоты Ни телевизоров Ничего нет Им надо что-то делать Как-то Кладшую агрессию Умещать У него Максимум Мне кажется На работе В друг друга Вольками кидаются И все Новый день Новая смена Что ж Такова жизнь Я думаю Какое-то время Мы еще выдержим Такой темп Какой темп Я вроде бы ничего Сверхурочно Просто не требую Как бы поэтому Вот уголь Кстати начал Поджимать Сейчас будем Разбираться У нас остались Силы Нет Да Не остались Силы Сейчас будем Смотреть у нас Кто куда По людям Будем раскидывать Потому что Мне кажется Есть у нас Сейчас инженеры Бездействующие Сейчас посмотрим Уголь начал Все-таки Немножко кончаться 9 часов Сейчас правда Потеплеет Температурочка Все станет Более-менее хорошо Так Сигнал отдан Отдан Опа-опа-опа Вот оно Вот оно Тепло Пошло Недовольство Упало Больных Не понял Это из-за Перепада Температур То есть Ну Вообще Такое конечно Возможно Знаете Когда была Архих Уладная Потом стало Кстати говоря Стало-то всего лишь Навсего Минус 30 Как бы А было Минус 20 Не особо Там и температуру Повысили И у нас Кстати Новый судный День-то Появился Ну правда До него Еще 5 суток Да Сырая еда Пайки Уголь горит Просто мама не горюй Вот-вот Наши ребята Идут Видите С толпой Охотники С работы Эти на работу Идешь Счастливый Так У нас У нас Работает 10 человек Там 10 человек Там Да Что у нас Здесь На металле Сейчас посмотрим А у нас Здесь просто Вот 5 здесь Работает Блин Много Я так понимаю У нас сейчас В больничке Тут у нас 15 человек На дереве Даже особо Раскидать Это нового Нечего Слушайте Может пока От слова Совсем Уменьшить Количество Это здание Не работает Нужно Не менее 5 свободных Жителей Настоящие Ресурсы Древесина Так Древесины Нужно Сколько Было У нас Не вижу Вообще 40 40 Древесины Для того Чтобы Разведчика Ну это Это Серьезно Сказать Если честно 40 Древесины Да Ну давайте Тогда Сейчас Сейчас В данный Момент Вообще Убираем Металл От слова Совсем Ребята Бросаем Металл Не работает Я понимаю Вырубайтесь Обогреватель Не нужен Металл Нам совсем Дерево У нас Так Добывается У нас Сейчас Возможно Будут проблемы С углем Поэтому Отправлю Сейчас На угольную Базу Человечков Да Здание Это Скорее всего Сейчас Просто Демонтирую Потому что Я в нем Смысла Не вижу Я его Демонтирую Короче Это здание Ребят Демонтаж Вроде бы Инженеры Были Оно Осталось Буквально На одну Точку Металлическую Мне металл Пока что Не нужен Слово Совсем Нужен уголь И дерево Поэтому Ждем Когда Будут Именно Это Я бы Конечно Поставил Здесь Сейчас Для обогрева Пока что Ресурсы Прям Впритык Честно говоря Прям Очень Впритык Опа Лесопилочка Отлично Так Сразу Сразу Не сидим На месте Смотрим Что здесь Можно В принципе Еще изучить По отоплению Так Мы можем Открыть чертежи Первого порядка А там У нас Улучшенная Генераторная Ааа Вот они Эти вещи Улучшенная Генераторная Опять же Пятьдесят Дерево Что ж ты будешь Делать Родимый ты мой Так Давайте сейчас Наверное охотников Немножечко Прокачаем Блин Везде Дерево Нужно Что ж так Вот как бы Я почему то Сделал упор на металл Думал у нас Паровой индустриальный век Думал сейчас металл Будет в основе Но оказалось Что хер там плавал Так Не понял Без улицы что ли Поэтому не работает Или все хорошо Нет Она не работает Просто А да Она не граничит с улицей Поэтому она не работает Блях Вот так вот Слушайте Тяжело строить Вот эти все круги Ада Минус 3 древесины Построить Что поделать Не понял Я же отдал приказ Построить здесь Новую улицу Или она строится А все Понял Просто люди еще не дошли Хорошо 40 дерева Так 40 дерева у нас есть 5 рабочих Свободных Нам здесь Сейчас Нужно Слушайте Может быть На пару дней Охотников Поуменьшим Просто у нас уже с запасом Готовой еды Здание А Здание пока что не работает Понимаю Сейчас Ребят Давайте все это дело Сейчас уложимся Ну пожалуйста В этот денечек С больными Просто какая-то жуть Вроде бы Работает здесь 5 инженеров Обогреватель Двойной паек Врубай Врубай Двойной паек Больные сегодня Получают больше еды Согласен Маяк построен Мы больше не плутаем Вслепую Отныне люди Смогут следовать Или иные пустоши Кружающие нас Морозные земли Правильно Да ладно Вот это красотища Блин Каково Как же стрёмно Тем людям Которые там внутри Вы просто представляете Я бы не полетел Я понимаю Что он закреплён Все дела Ооо Вот оно Вот оно Ребята Мы теперь видим Округ Который возле нас Находится Пропавшая экспедиция Жуткая пещера Туда точно не пойду Мы где-то Вообще В горах Просто Вот тут Что-то вроде Реки Проходит Замёрзшие Понять не могу Жуть будет очень стрёмно и страшно. Так, источники ресурсов угля истощены. Ну, это первый ресурс. У нас тут ещё есть... Вот тут ещё 16 единиц. Немножечко подальше есть... А, это у нас, наверное, не такой необрабатываемый уголь. Но вроде бы где-то ещё был. Вот, ещё есть уголёк. Здесь 500 единиц ещё есть. Ну, как бы... Ещё всё в порядке. Так, тихо, 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 тихо. Какой-то глаз населения. Люди из нашей группы готовы к поискам. Толпа разражается аплодисментами, когда воздушный шар для наблюдений поднимается над городом. Все горды этим успехом и проделаны работой. А выстроилась очередь из добровольцев, готовых отправиться в морозные земли на поиски пропавших. Женщины, что приходило ранее, среди них. Нам нужна победа. Мы добьёмся этого, ребята. Я уже отправил людей. Истинные сталкеры. В масках. В снегоступах. С огромными стальными яйцами. Просто такими, что они горячие. Расплавленный уран просто. Уранно-металлические яички, которые... Они незамерзнут точно, ребята. Они доберутся до нужной точки. Приведут всех сюда. Правда, 20 новых человек это два новых жилища. Но ничего. Так, у нас рабочий не закончился опять. Вот по углю прям есть вопросы. Серьёзные. Начинаются вопросы. Ну, сейчас мы откроем сначала лесопилку. Да? А потом тогда займёмся углём. По чертежам, конечно... Опа! Холодные жилища. Капитан. Некоторые беспокоены низкой температуры в жилищах. Люди резонно замечают, что из-за холода можно легко заболеть. И просят вас что-нибудь предпринять. Обогреем часть домов. Обогреем все дома. Нужно начать отапливать 3 холодных дома в течение 23 часов. А затем обогревать их 2 дня. Без проблем. Я просто поставлю этот... У меня вроде бы открыт уже, да? Паровой центр просто. Просто вдолблю здесь паровой центр. Для... Вот тут даже не 3 дома. Тут все 4 покроются. Не проблема. Не проблема, ребята. Всё будет. Просто... Всё хорошо. У меня уже всё предусмотрено. Я не знаю, как это получается. Возможно, внутри меня живёт шилка будущего мэра города послабкалипсиса. Но я... Могу. Шарю. Угля осталось на 16 часов. Это, конечно, не обнадрёживающе. Но что поделать. Так, ладно. Ночь можно ускорить. Охотники работают. Еда вроде бы есть. Поэтому время досуга. Люди развлекаются. Да, там... Вот там Алексей Петрович, нашу любимую Мариночку, по попе шлёпнул. Потому что он её муж. Может себе это позволить. Вот эти цифры критического угля меня просто пугают, честно говоря. Опа! Стоять! Нас ожидают. Остали наши люди. Остались здесь. Лагеря у них не было. Силы идти дольше. Так, надо сопроводить их в город. Давайте посмотрим. Счастливое соединение. Мы входим в лагерь. Явившись из запелён снега. Взволнованный голос сам хора приветствует нас. Слава богу, вы нашли нас. Мы скатились. Дни напролёт скитались. Пока силы совсем не иссякли. Думали вовремя от голода. Взрослые дети окружают нас. Они готовы двигаться в путь. Конечно. Конечно. Сопроводить. Само собой. Да. 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 Сопроводить их до города. Какой без разведчиков ещё? Они не знают. Дороги это раз. Во-вторых. Ну. Задействуем. Я так понимаю, что разведчики сейчас не сопровождали. Они могли бы пойти дальше. Но у меня пока планов дальше идти нету. Поэтому. Просто сейчас доставим людей домой. Там дети. Там страшно. Построите ванпост-центр. Чтобы отправить отряды ванпоста. Пока о таких дальних вещах я ещё не задумался. Кстати. Здесь у нас улица теперь ненужная. Но что поделать. Так. До утра. Мы пережили ещё одну ночь. Это дорогого стоит. Да. Это правда. Есть такая одна очень интересная фраза. Поговорка. Не знаю. Из фильма. Господи. Как же он назывался? Схватка-то. С Лиамом Нисоном. Который я просто обожаю. Фильм очень-очень хороший. Как раз таки про вот холод, выживание. Сел экспедиции. И там такая фраза звучала. Ну. Поговорка. Не знаю. Я ринусь в бой. Достойные схватки. Последний на мой день. Живи и умирай в сей день. Ну. Грубо говоря. Что. Знаете. Некоторые люди. Такие вот в таких ситуациях. Потом начинают говорить. Что типа. Ой. Да какая разница. Уберем сейчас или через три дня. Типа. Это не имеет смысла. Имеет смысл. Даже прожить один день. Имеет смысл. Так. Работа понеслась. Работа понеслась. Люди встали. Паровой центр. Вот как-нибудь. Не граничит с улицей. А. То есть. Надо сейчас провести улицу. Только потом поставить. А. Вот так я могу поставить его. Да. Или вот так вот. А. Я могу вообще его изнутри поставить. Прям внутри улицы. И он покроет просто больше часть моих зданий. Тьфу. Так это же идеально. Давайте. Котелочек. Ребята. Не вопрос. То есть. Некоторые здания можно ставить прям по ходу улицы. А. Ну да. Он будет черпать тепло из труб. Который из вот этой водички. Которая течет. Все таки я был прав. Принцип работы этого генератора. Вода. Там теплая вода. Она подробно херачит. Идает обратно. И выдает тепло. Так. Уголь истощен от слова совсем. Ой-ой-ой. Так. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ребята. Где уголь? Дерево-дерево. Ляха. Он очень далеко. А ну придется идти. Экспедиция номер один спешно вернулась в город. Вы можете отпустить разведчиков на маяки. Или снова отправить их в морозные земли. Так. Ладно. Мы пока поотдыхают. Просто. Какое же там сейчас счастье. Они целый город сейчас видят. Ох. Я рад. Я рад, ребята. Люди из вашей группы посоединены. Посмотрите. Просто посмотрите на эти счастливые лица. Вид родственников, которые нашли друг друга после стольких лишений о греи и душу. Но неужели близки нет других поселений? Переэкспедиции были отправлены из Лондона уже давно. Поселенцы уже наверняка это обосновались. Не обязательно нам помогут. Будем искать новых людей, ребята. Конечно. Слушайте. Я предлагаю пока не подключить эту серию. У нас, собственно, второй заход был еще лучше, чем первый. Пока вроде бы везде успеваем. Единственная проблема сейчас, я вот вижу, у нас конкретный ступор. Наши люди нашли тропу, уходящую в пустошь. Нужно пойти по ней. Нужно найти других поселенцев. Хорошо. У нас конкретный ступор сейчас по углю. И это меня прям пугает. Потому что если вырубится генератор, будет проблема. Но, надеюсь, мы, ребята, все это достаточно быстро решим. Пока что все неплохо. Технологии прут. Люди есть. Появились, правда, новые бездомные. Но мы все эти вопросы порешаем. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Всем удачки. Пока-пока.